8 августа понедельник вы смотрите UATV о главном выпуске. Моевики обстреляли населенные пункты возле линии разграничения в Донецкой области. Этими выходными целили из минометов разных калибров. Разрушены дома мирных жителей в результате разрывов мин калибра 120,82 мм. В результате гранатометного выстрела ранена жительница Маринки. Осколок попал ей в плечо. Об этом сообщил пресс-офицер украинской стороны совместного центра по координации контролю Вадим Бакай. По его данным, боевики используют специфические реактивные снаряды от переносных установок ГРАД-П. По данным Бакая, в последнее время количество обстрелов по мирному сектору со стороны боевиков увеличилось. Россия и дальше поддерживает боеготовность 1-го и 2-го армейского корпусов боевиков на Донбассе. Через Краснодон в сторону Луганска прошли 7 топливозаправщиков. В Стаханове и Первомайске наемники проводят ротацию. Также им переместили два танковых взвода – артиллерийский и противотанковый. Об этом сообщила украинская разведка. Доукомплектовывают наемники из своей части с территории РФ. На Вазовск прибыли 70 морских пехотинцев, 50 человек в мотострелецкую бригаду. Боевики из Горловки провели боевую подготовку и вернулись в место постоянной дислокации. Через Макеевку переместили артиллерийский взвод гаубичного дивизиона. Боевики активизировали разведку с воздуха. Применили 6 беспилотников. Украинская сторона сообщила о БСЕ, о градах и танках противника возле пунктов Лозовое и Донецк. 61 раз боевики на Донбассе открывали огонь по украинским позициям за прошедшие сутки. Больше всего на Мариупольском направлении. Маринка, Красногоровка, Лопаскино, Водяное и Новотроицкое пострадали от минометного и гранатометного огня. В Широкино и Старогнатовке противник использовал пулеметы крупного калибра. В Луганском и Майорске оккупанты выпустили два десятка снарядов из тяжелой артиллерии. На участке Красногоровка, Авдеевка, боевики неоднократно открывали огонь по нашим позициям из минометов разного калибра. В Светлодарске, Луганском и Троицком из гранатометов. А в районе Красногоровки и Луганского применили БМП. На Луганщине враг открывал огонь из гранатометов по позициям в Лопаскино. По нашим опорным пунктам в районе Желтого и Попасной противник ввел чаще всего неприцельный огонь. По всей линии фронта существенно увеличилось количество полетов беспилотных летательных аппаратов. За последние сутки зафиксировано шесть случаев введения противником аэроразведки. Наступление на святое. В Крыму традиционные погребальные и поминальные обряды, проводимые дома, могут оказаться вне закона. Об этом уже предупредили местных имамов. Вместе с тем собрания, где читают Коран и молитвы по умершему, не запрещали даже в Советском Союзе. Современная же Россия покушается даже на бытовую религиозность, пишет муфтий Духовного управления мусульман Украины Ума Саид Исмагилов. На своей странице в Facebook. Напомню, вчера издание Авдит сообщило. В Ленинском районе Крыма ФСБ провела профилактические беседы с местными имами. Предупредили, без регистрации всех мусульманских общин традиционные молебни считаются вне закона. Последствия вчерашнего шторма с ливнем ликвидируют на Одессине. Накануне там пронесся ураган. Ветер повредил деревья и линии электропередач. Несколько сотен домов были обесточены. Улицы затопило. Количество осадков превысило месячную норму. Обвалились несколько балконов на доме памятники архитектуры. Никто не пострадал. Власти создали уже оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Град с дождем обрушился. И на окрестности непогода бушевала в курортных затоке Грибовке. Как сообщили в нацполиции области, в затоке во время спортивного фестиваля один человек погиб от удара молнии. Ураган сорвал сцену и покрытие. Несколько человек получили легкие травмы. Устранить барьеры для инвестирования в украинскую экономику правительство приняло решение о создании офиса поддержки и сопровождения инвестиций. Совместную наработку профильных министерств представил премьер Владимир Гройсман на заседании Кабмина. Как ожидают, будущий офис, его запуск планируют уже 1 сентября, будет заниматься координационными вопросами. Как заявил премьер, создадут механизм, который позволит инвестору дать четкое понимание, какой сервис от властей он получит и каким образом они будут поддерживать инвестиции. Глава правительства отметил, в работе офиса используют наработки подобных органов, которые функционируют в США и странах Европы. Офис будет взаимодействовать со всеми украинскими финансовыми ведомствами. Мы также будем взаимодействовать со всеми бизнес-ассоциациями, в том числе и международными. Такими, как Американская торговая палата, Европейская бизнес-ассоциация, с посольствами. Очень важно наладить качественный механизм сотрудничества с местной властью. Много инвестиций сегодня будут размещать именно в регионах. Важно также то, что мы имеем сегодня поддержку международного фонда Western NIS Enterprise. Фонд, который полностью обеспечит финансовую поддержку работы этого офиса. Это значит, что мы сможем привлечь лучших специалистов в его команду. Украинский самолет Ан-2 внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Это самый массовый в мире одномоторный биплан за всю историю авиации. Он выпускается уже более 60 лет. Создатель самолета легендарный авиаконструктор Олег Антонов. Ан-2 все еще выпускают и в Китае. Самолет Ан-2 в народе известный как «Аннушка». Идея создания такого рода биплана пришла Олегу Антонову в 1947 году. Первым поднял самолет в небо пилот Николай Володин. После года испытаний государственная комиссия пришла к выводу, что самолет чрезвычайно прост в пилотировании, доступен летчикам ниже средней квалификации и при этом прощает грубые ошибки. С таким вердиктом «Железную птицу» запустили в массовый тираж. Один из первых самолетов. До этого он занимался, очень много сделал интересных и успешных планиров, которые выпускались серийно. А после войны в 1947 году был создан самолет Ан-2. Юрий Владимирович – авиаконструктор и пилот. «Аннушка» была первым самолетом, который он увидел еще в детстве. В подростковом возрасте ему удалось прокатиться на легендарном биплане. И уже будучи конструктором, Юрий встретился с легендарным Олегом Антоновым. Это первый живой самолет, который я увидел в своей жизни. В нашем маленьком поселке в Ростовской области был аэродром местных воздушных линий. И таких аэродромов было очень много. Через каждые 25 километров был аэродром. И с этих аэродромов маленьких, травяных, летали самолеты Ан-2, возили пассажиров. А также опыляли близлежащие поля. В бывшем СССР он перевозил пассажиров и грузы. В сельском хозяйстве был просто незаменим. Здесь его прозвали кукурузником. Ан-2 эксплуатировали в самых суровых условиях. На нем летали нефтяники и геологи. Он возил ученых на экспедиции в Арктику. Ведь Аннушка была очень неприхотливая. Могла взлететь с полей, снега и даже водной глади. Всего было создано 15 модификаций самолета. Может садиться на снег спокойно, неподготовленные площадки. Также был вариант самолета Ан-2 на поплавках. Серийно выпускались поплавки и самолеты Ан-2 оборудовались этими поплавками. Ан-2 производился в Советском Союзе и Польше. До сих пор около 20 машин в год по лицензии собирают в Китае. Только там его зовут Юншунджи-5. За почти 70 лет построено более 18 тысяч бипланов. В Украине на сегодняшний день осталось 135 аннушек. Из них в летном состоянии полсотни. Книгу рекордов Гиннесса Ан-2 попал как единственная авиамашина, выпускающаяся более 60 лет. Алена Клюско, Петр Галко, UATV. На третий соревновательный день на Олимпиаде в Рио будут разыграны 14 комплектов медалей. Украинцы попробуют свои силы в следующих видах спорта. Бокс, тяжелая атлетика, академическая гребля, грибной слалом, парусный спорт, спортивная гимнастика, плавание, прыжки в воду, настольный теннис и фехтование. В финале командного многоборья за Олимпийское золото сразятся украинские гимнасты. Олег Верняев, Игорь Радивилов, Максим Семенкиев, Андрей Сенечкин, Владислав Греко, Илья Егоров. За пьедестал в финале синхронных прыжков с 10-метровой вышки будут бороться Максим Долгов и Александр Горшковозов. Украинская атлетка Вероника Ивасюк и плавчиха Дарина Зевина также в числе финалистов. Продолжайте следить за новостями вместе с командой UATV. До встречи!